Здравствуйте, уважаемые участники. Я студент третьего курса, вычислитель математики и информационной технологии. Хотелось бы рассказать о привлечении иностранных студентов. На данный момент я являюсь волонтером приемной комиссии и проводятся этапы, что в каждой стране есть свой волонтер, который отвечает за прием иностранных студентов. То есть он проводит рекламный чит, у нас в школах, проходит по школам, рассказывает, но это нужно сделать все официально, потому что если ты придешь напрямую в школу и начнешь говорить, дайте я расскажу о Казанском федеральном университете, директор спросит у вас, а у вас есть разрешение на это? На данный случай можно сделать это через министерство наше, которое находится в Кыргызстане, или через Гарано. Я осуществлял это непосредственно через Гарано, через городское, через мэрию и через министерство, так как все должно пройти официально и у людей не должны возникнуть вопросы. Все должно быть чисто и гладко. Проходим на этап, что рассказать о нашем университете, это первое дело, можно сказать, первый шаг к ступени, к своей цели. Мы разделены по цели, которые мы должны пройти. Мы рассказываем в нашем университете, расскажем конкретно непосредственно о сайте, буду студентом. Там мы уже их регистрируем, и они проходят на данный момент онлайн-тестирование. Самая важная часть. Но нужно акцентировать на том, что Казанский федеральный университет уже заработал себе имидж в нашей стране, непосредственно во всех странах, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Кыргызстане. Из-за этого наша работа облегчается. Нам нужно рассказать, как только поступить, студенты начинают задать вопросы. Самое главное, тут оставить свой контакт. Но в этой суете не каждый успевает взять твой контакт. Вы в этот момент подходите к директору или заместителю по учебной части и оставляете свои контактные данные. Как вы знаете, молодежь, ну непосредственно Кыргызстан, молодежь в 2014 году очень активно начала регистрироваться ВКонтакте. Но у всех уже WhatsApp тоже существует. Вы оставляете свой номер WhatsApp или непосредственно ВКонтакте. И хотелось бы рассказать о организационных моментах. Потому что все-таки очень ответственный момент взять документы у студента. Абитурент, который хочет поступить, он переживает, родители его переживают, непосредственно уже с родителем вы связываетесь. И тут нужно рассказать о перечне документов. Они собирают этот пакет и они могут передать несколькими способами. В ИЧЛ почты или вам лично, а вы уже непосредственно привезете сюда их. В свой университет. Дальше, получается, мы отсюда непосредственно на основании этих документов должны отправить договор о том, что действительно данный студент, к примеру, Ханазар Крислам, будет учиться на таком-то направлении, чтобы они знали, чтобы уже были уверены в такой момент. Потому что решается судьба все-таки человека. Этот момент происходит так. Мы отправляем договор в онлайн виде. Они его распечатывают, заполняют, сканируют и посылают к нам. После этого они могут оплатить через наши банки соответственно там. И присылают к нам чек. То есть сканированный чек, чтобы мы убедили, что он действительно оплатил. Мы проверяем это, но это моменты такие рабочие. И самое главное еще важное момент, вы постоянно должны быть на связи с ним. Вот на моем опыте я каждый день приходится отвечать им, каждый день непосредственно выделяю полчаса, час времени. Потому что вечно, приходя домой, я вижу, что ребята заинтересованы. Открываю почту, открываю контакт. И там 10-15 сообщений от студентов. Вам нужно ответить им и не обидеть. Потому что у некоторых ребят низкий балл, все-таки оставить желание, чтобы они поступили сюда. В этом году не получилось, на следующий балл получится. Вот непосредственно в этом году такие и есть моменты. И это у нас количество студентов, которые проходят онлайн-тестированные в прошлом году и в этом году. Мы вот волонтеры непосредственно для себя отметили важные моменты, учли. И дальше проходим. Вот видите наши успехи. Это вот мы проводим работы там у нас в школах. Непосредственно рассказываем о нашем Казанском федеральном университете. И хотелось бы рассказать о продвижении, получается. Мы не только ходим по школам, но и продвигаем в социальных сетях, потому что это очень эффективно. Школьники, мы не забываем, что они очень активны, они любят социальные сети. У них впечатление, вот многие из них сидят в Инстаграме. Потому что я спрашиваю, откуда вы узнали? Они говорят, а мы с Инстаграма узнали. Потому что флешмоб запустили. А в флешмобе просто каждый студент, флешмоб был такой интересный. Каждый студент просто на камеру, ну секунд 15, говорит о Казанском федеральном университете и что ему здесь понравилось. И снизу ссылки, как он может поступить, данные, к кому он может обратиться и получить более подробную информацию. Непосредственно эту информацию нам предоставляет наш университет и наши руководители. И брошюрками тоже они полностью нас непосредственно обеспечивают, чтобы мы передали их в дальнейшем. Но и самое главное, что в каждой стране есть ассоциации, про которые уже говорили непосредственно. В этих ассоциациях тоже есть заинтересованные люди, чтобы все-таки студенты отучились в Казанском федеральном университете и вернулись на родину хорошими специалистами. Мы предоставляем брошюрки, все контакты, они тоже непосредственно очень активно работают, рассказывают информацию. А информацию, которую они не могут рассказать, студенты уже непосредственно напишут, ну, будущие студенты. Ну, в принципе, сарафанное радио всем известно, что, к примеру, поступив здесь на данный момент, если взять конкретно Кыргызстан, учится 120 студентов бакалавриата. Ну, у них есть родные, братья и сестры по принципу, что им здесь понравилось очень, потому что непосредственно все люди, которые поступили сюда, отзывы очень хорошие у нас. Потому что Казанский федеральный университет уникальным для нас, для Кыргызстана. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы конкретные, то можете задавать. Организация очного тестирования, это и есть организация студентов бакалавриата? Да, конечно, организация очного тестирования, это и есть непосредственно на нашей территории, то есть в Кыргызстане организовываем, находим место, у него сотрудничество очень активно с нами сотрудничество и предоставляет свои, получается, апартаменты, чтобы мы там провели очное собседование. С каждым студентом, получается, отдельно ведется, сперва он проходит тестирование, потом собседование. Есть письмо и голову, где написано, что у студентов, когда у вас стоит, ну, вот именно, вы сами поотмечаете, смотрите. Можно? В этом году, насколько мне известно, это уже не было запрещено. Смогу отстанку марта, который пришел, он вообще ушел на письмо. Это письмо, сейчас прокомментирую, это письмо было и в том году, у нас были такие моменты, и из-за этого мы, поскольку мы говорим, собеседование проводим. Мы же не даем конкретно, что от Казанского федерального университета проводится вот тестирование поступать именно через эти какие-то, скажем, конкретные вопросы там. А мы уже чисто беседуем с человеком, узнаем через вопросы, через контакт, достоин ли он поступить к нам, хватит ли у него знаний, достаточный багаж знаний у него. Ну, документы он может после собеседования собрать. Документы в собеседовании не собираются, документы собираются уже потом, то есть вот они сдали вступительные испытания, скажем, да, прошли собеседование. В прошлом году мы их называли профориентационное собеседование непосредственно. В этом году вступительные испытания называются. Они прошли экзамены, прошли отбор, приемная комиссия обработала здесь, выдала какую-то там рекомендацию, контракт, бюджет, я не знаю, но однозначно это будет контракт. Только после этого, после того, как уже идет, непосредственно открылся набор, строгий, да, то есть мы это соблюдаем в рамках набора, документы начинаются присылать по экспресс-почте, они, поэтому у нас сидят волонтерский корпус, который это уже ведет, они уже знают своих студентов, кто, что, как, почем, в лицо непосредственно, да, в каждой стране. Они контролируют уже поступление этих документов в приемную комиссию. Оригиналы прибывают по почте, они дистанционным образом оформляют договора, со студентами идет оплата, оригиналы прибыли, зачисления в августе. А вы какие документы отдали, что у них экспедатор лежат? Паспорта, они идентифицируют. Я не перебиваю, я не идентифицирую. Можно отвечать? А документы, что я не расширю, выводят? Экземпционный лист приемной комиссии вывозит. Да, 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 вывозят экземпционные листа. Разъезды или везет не должен? Разъезды или везет не должен? На этот вопрос я отвечу так, мы не идем в разъезд не должен, потому что есть все-таки сайт, буду студентом, и там проходят они онлайн. Здесь нет, сейчас? Нет, там нету, я рассказывал. Там сайт есть, буду студентом, и онлайн-тестирование. По баллам онлайн-тестирования уже непосредственно там данные паспорта вводятся. И если вот я прохожу, я ввожу свои данные, и по этим данным он приходит на сообщение только с паспортом, и поэтому паспорт проверяется, действительно это тот ли человек. Не в антестировании, то есть это и есть? Это и есть, но все-таки сообщение подтверждает он. Действительно он сам сдавал, потому что там много же нюансов может быть или нет. Но вот конкретно по нему мы уже определяем, сам ли студент сдавал или нет, потому что там уже сразу будет известно. У нас выезжают учителя-предметники, непосредственно не учителя филологии, да, русского языка, которые там будут филологию принимать, а уже непосредственно конкретно предметники. Мы уже знаем, куда студенты подавали документы, и уже непосредственно ориентируем преподавателей под самого студента. Они там собеседование провели, сказали, да, действительно, прямо студенту дают экземпционный лист перед тобой, он сидит, дают ему лист, и говорит, ну, нормально сдал, сдал. Значит, как бы соответствует его баллам в период онлайн-тестирования. В принципе, так и проходит. Это на базе уже как улучшится, да? Да. Еще вопрос. Галочка ставится, я согласен на обработку моих персональных данных. Это и есть в онлайне, да. А там же вы? Даже для иностранных студентов я это принимаю. Когда они вводят персональные данные, они мне ставят галочку, что они согласны на обработку своих персональных данных. В смысле какого? Угазать, что там обычный человек должен заявлять? Заявление оно в любом случае, потом оно же у нас, как, мы его распечатываем, и уже его оригинальную подпись потом подкладываем в личное дело. Когда он будет действовать? Да. Так, дальше, коллеги, да? Угу. Да, у меня были, типа, применение вопроса. На самом деле, по нашему опыту, практически все студенты, страны, с этой девочкой хорошо соблюдены, а то, что можно выступать в подводках. Поэтому, действительно, очень впечатляю, что вам как-то хорошо на самом деле работают в причине именно в парку студентов, но вопрос такой, в чем компенсация, почему студенты поступают в парку в форму обучения? Ну, по квотам, во-первых, там квота идет ограничение, не все ее смогут получить. Конечно, они пытаются, они пытаются и так, и так подавать. Мы знаем, что этот студент подал ей на квоту. В любом случае, если он ее не получит, то у него будет гарантия того, что он поступит хотя бы на контракт. Да, как следует. Мы проверяем, когда у них заканчиваются экзамены, или до экзамена, или после. Мы же приезжаем. Потому что у нас, если конкретно нашу страну взять, Кыргызстан, 18-го заканчиваются экзамены. После 18-го июня можно уже прилететь, получать, и провести собседование. Но предварительно вы обращаетесь в министерство, собседование в сумму авторитетов? Да, конечно. Да, прошу вас, Саня. Спасибо. Можно? Чтобы не уточнить еще раз вот эту вот систему, как у вас проходят вступительные испытания для иностранцев, и в чем они заключаются? Я правильно понимаю, что сначала, где проходят некое онлайн-тестирование на сайте по предметам, которые у вас, правило, приемы закреплены. Дальше, если программа, там, что, наверное, русский, математик, история и так далее. Они такой же онлайн-тестирование, потом эти результаты появляются, и с теми коллегами, кто это собеседование прошел, то есть, вот это тестирование прошли, вы проводите собеседование, учебование, учная, преподаватели ваши выезжают туда, физически, да, в контакт, и у вас в правиле в прямом прописано, что субтитры, они, кто вылезают на территории Веры. Инструкционно, да, не корейшем человек. На территории Веры. Это вопрос не к волонтерам. Большое спасибо волонтерам, что они помогают нам решать такую сложную задачу, в том числе задачу, как, задачу организовать прием в сложные законодательные условия комедии. И еще раз, мы вчера, в общем-то, несколько раз произносили эти слова о том, что давайте подходить к документам, которые мы работаем, если не творчески, то во всяком случае, и пытаться находить в том моменте, который позволяет нам это сделать. Вы же, молодого человека, замучили вопросом, только на который должен дать ответ, например, ответственность секретарь приемной комиссии. Все результаты, которые были в прошлом году, которые будут в этом году, все они пройдут вполне официально. Во всем должен быть, в принципе, разумеется. Это было четко написано, что только в истории университета, за исключением федерала, за исключением федерала, вот это же четкие указания, как творчески подходить, пока только придет и все, и будешь потом замок. Но пока не пришла слова бога, да, вопросы должны как бы кто-то, как все от нас присутствуют. Ну понятно, что можно в разных формах зарубежных код этих конструкционных дистанций прямо как год нужно оправлять. Вот, знаете, хорошо, мы работаем с дистанционной формой, мы работаем с дистанционной формой. Да, конечно, есть. К примеру, я хочу уехать пораньше домой, и мне сессию могут сделать досрочно. Я могу ее сдать досрочно и поехать домой, к примеру, отдохнуть и выделить какую-то свою неделю на пропагандационные уроки или две недели. Вот примерно так.